И снова добрый вечер, дамы и господа. Друг Fever с вами в эфире и... как я, зарифмовал почти. И мы продолжаем смотреть GGB Invitational. Уже основной этап турнира. Все, как мы и говорили, это Double Elimination, JSL-система и две группы по четыре команды. И сейчас играют NIP против Odium, вторая карта. Да, и как играют? Супер баталия, 60 плюс минут, но ни на секунду не было скучно. Обычно, когда видишь такие долгие матчи, это какая-то тягомотина. Даже вот одни не могут зайти на HG, другие не хотят на вражеские HG, нет таких возможностей. Ты на все это смотришь и такой думаешь, блин, может уже как бы магия какая-то сработает, и вы закончите. Нет, тут вот прям реально я душой и сердцем болел за Odium, чтобы они наконец-то закончили и смогли. И очень агрессивно отбивались NIP до последнего, сохраняли интригу, и реально NIP имели... Вот там хайлайты, как раз вы смотрели в середине, один из этих хайлайтов, когда у трона команды Odium осталось половиной хитпоинтов. Там поставили уже Magnetic Field, и Ace наваливал, 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 могли даже закончить. Ну то есть уникально абсолютно из 30 тысяч умудриться войти вот в такое положение, что ты почти трон сопернику сносишь. Но так или иначе, да, на бумаге, вот мы видим, что с коэффициентами NIP, сильнее по исполнителям, по... Чисто на бумаге. Да-да-да-да. Но по факту Odium не на халяву выиграли, они реально в мидгейм вышли лидерами. И очень командно действовали, может быть не на стадии лейнинга, но уже в стадии мидгейма точно, когда Тинни с Кентавром показывали потрясающую синергию, а ребята вот буквально играют вместе, наверное, день, я не знаю. Ну, извини, это лет 10 назад уже было в пабликах первая дота, Кентавр, который летит броском Тинни, станет, сверху насыпаешь Эваленч, круто. Круче этого только бросать Течиса с его старым суицидом. Вот это было ультра-хардкорно, либо забрасывать игроков на Течиса, который стоит вокруг своих же мин. Но мины уже другие, Течис другой, все поменялось, все сломали. Ну что нам остается? Кентавр, Тинни. Ну, не остается, собственно, Кентавра, скорее всего, пока просто Тинни в исполнении Odium. Очень любят этого героя. Ну и распик Тинни Феникс, стандартный, в ответ получили Виверну и Тролль Варлорд. На Odium банят Бруду, позаботились также о Дроу Рейнджер и Виспе в первой стадии. Герои привычные вообще всем нам всегда. Мы их видим, если не в пиках, то в банах, если не в банах, то в пиках. И Тролль на второй пик в первой стадии от Нипа, это тоже очень любопытно. Ну, сразу же зато получили в ответ бан Магнуса и Никс Ассасин. Магнус, понятно, Магнус плюс Тролль. Очень хорошая комбинация. А ты Перри вчера мы видели, как раз на Мэднес, да, вчера? Да, 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 имперцы очень любят Магнуса. Они прям, сколько я видел, процентах 70 матчей берут Магнуса и через него строится игра. Да, и по поводу Никса тут, собственно, далеко ходить не надо. Против Пугна очень хорош, против Феникса хорош. Герой, который может останавливать. Ну, и понятно, Пугна вообще ненавидит этого персонажа. Если вы планируете его брать, то не банить Никса, это запрещено. Это просто запрещено. Каждый бласт тебе в лицо залетает благодаря Карапасе. Это несложно комбинировать, несложно ловить Пугну под этим делом. Ну, и Фантом Лансера. Фантом Лансера берут Одиум. Я так понимаю, мы получим Коротин или опять Одиум будут играть? Вообще сработало. На самом деле сработало Тинни плюс Феникс. Пара саппортов. Лил и правда показал хорошего такого боевого Тинни, который и пиковать может за счет Дагона. Удивительное рядом. И Брю в ответ от Ниндзи. А можно вообще задуматься о том же Кентавре, на самом деле, который был и в предыдущей карте. А Брю, чтобы с иллюзиями Фантом Лансера, как-то я не знаю, там с помощью этого еще. Маст Диспл там работает. Ну, просто хороший герой. И будет помогать дизейблить. Пока тролль там справляется с Суперновой. Вот не было героя такого ярко выраженного, который Суперновой бы справлялся. У NAP на прошлой карте был Вивер, но Вивер был защитными айтемами. Сейчас же это будет тролль. Виверна также издалека тоже может выдать свою порцию ударов. Угармага банят. Тоже сейчас все больше и больше популярность набирает этот герой. Много очень появляется. Вот также жирный герой, который становится на линии и ломает тебе. Ну и, конечно же, Bloodlast полезная штука. Особенно в игре против Феникса, когда у тебя все под бафом, яйцо очень быстро ломается. Но и просто на линии весьма неприятный герой. Он все так же, как в старые добрые времена. Идет, как там, вертуса говорили, с сосиской, да? Просто с сосиской месяц. Солон говорит, размениваешься по хп, идешь, отдаешься вышке. Даже уже забыли, ну не забыли, а уже привыкли к этому. Идут даже, отдаются вышке, пускай не на халяву, но все равно быстро восстановили ресурсы, вернулись на линию. Неприятно. И в миде Огармаг появляется. Тоже вчера, опять же, Одиум против Империи. Мы видели две игры, по-моему, из трех. Там Дабл Мид был. Дабл Мид 2-2-1 играли обе команды. А ты приходишь за Огра, становишься просто на возвышенность врага и просто стоишь. Тебе даже, наверное, не нужно ничего делать. Ну, работаешь, да. К тебе подошли, как Рошан работаешь. К тебе подошли, ты ударил. Ну, не подошли, ладно. Подошел, два шага сделал, ударил, отошел. Инвокера. Ниндзя забанили. Против Брюмастера, во-первых. Квасвексом Инвокер. Круто заходил бы. Вполне, вполне. И под Виверну тоже. Виверна сейвит. У нас он страйк наваливается. Очень часто такое мы наблюдали. Да, и как потенциальный защитник суперновый. Когда нет БКБшек у героев, например, еще тоже. Торнадо работает очень хорошо. Да, да. Да, очень много вообще комбинаций крутых. Даже не надо быть супер-ультра-исполнителем, чтобы все это сработало. Ну что ж, последний пик. Ниндзи дерево берут. Тоже хороший удар с руки. Тоже становится на линию. Тоже очень сильно тебя может обденаивать и сбивать, и размениваться по хитпоинтам легко может этот персонаж. При этом очень сильная макро. Вообще, излюбленный герой ППД. У Транта. И очень хороший скаутинг карты. Посмотрим, чем ответит Одиум. Есть у них возможность забрать либо четвертую позицию, либо оффлейнера, если вдруг Ил будет играть на Атине, как это было на прошлой карте. Но на прошлой карте это было очень эффективно. Какие есть еще варианты, кроме Кентавра, которого мы уже видели. Я заметил, что у некоторых команд Слардар появляется так довольно часто, и тоже можно аналогию с Кентавром привести. Это квопа вообще. Выходит у нас Пугна оффлейн. Ксайен забирает себе Фантом Лансера. А не четверка ли это Пугна? Что если сейчас в руки Флоу отдать? Нет, Лил. Хотя Одиум играли и с четверкой Пугной. В руках Лила был этот персонаж, тоже очень такой быстрый, динамичный. Там тоже с догонами прямо, я смотрю, или я не полюбились. Но сейчас иначе. Решили повторить этого Тини? Я не думаю, что будет такая же сборка от Тиника. Возможно, здесь ситуационно все будет. Решили повторить квопу, но уже Одиум решили повторить, что интересно. Не самого популярного нынче персонажа. Квопа по-прежнему хороша, но не так хороша, как другие более популярные мидеры. Даже если банально по артефактам эти герой нужен был, который в миде постоит и соберет Орхит по игре. Который хорош против Мираны, который хорош против Брюмастера. Да против многих персонажей он здесь действительно очень круто заходит. Шторма забанили, мы видели. На второй стадии уже ниндзя от него отказались. Решили брать Queen of Pain. Ладно, пожалуйста, их право. В целом все достаточно сбалансировано с одной и другой стороны. И прокасты, и комбинации под драки, и там, и там. И Тавер Дэмэдж очень хороший у ниндзи получается. И Брюмастер тебе, и Тролль Варлорд, и Фата. Все реально круто. Не будет вот этих стояний жестких. И в Тавер Дэмэдж, посмотри, Одиум тоже великолепный. ПЛ пускай не самый там серьезный пушер, но с артефактами может. Пугна тоже, я думаю, будет стабильно ходить, ломать башни. Пока все круто. Пока на бумаге все круто. Мне нравится все, что я вижу. Я думаю, что мы увидим. И драки ожесточенные, и серьезные баталии. Хочется, конечно, три карты. Хочется, но с учетом того, что у нас вообще сегодня один БО-3. А завтра будет три. Да, вот завтра не хочется. Три карты, но завтра будут спириты, и они открывают игровой день в три часа дня. Перенесся их матч, они вот в Решаффлмэд нас участвуют, не успевают. У них там, я вообще узнал расписание спиритов на сегодняшний день. По-моему, или пять БО-3 им надо сыграть, или четыре БО-3. То есть, если выигрывают, то вроде пять БО-3 за день. А с учетом того, с каким темпом эта команда играет, это уже слагаются легенды о том, что на 60-й минуте игра для спиритов только начинается. Поэтому, и они любят как бы полную БО-3, а зачем нам по 2-0 выигрывать или 2-0 проигрывать, если можно полный. Поэтому, как они могли успеть сюда к 6-ти часам, я не понимаю, начав играть в 3 часа на Решаффлмэднес. Только если бы проиграли, но они решили бы выиграть. 3 по 70, давайте выигрывать. Короче, любят ФНГ все это делом. Учитывая то, что турниров DPC стало меньше и были разговоры о том, что, ну, наконец-то, не будет такого перенасыщения дотой, и команды не будут уставать, а тут, там, сколько, 7 БО-3, там, 8 за день. Ну да, да. Ну, команды, которые участвуют в DPC Point не устают. Они выиграли и поехали туда, они здесь не участвуют. Ну, видишь, NAP решили поучаствовать, потому что это неплохая практика. Да, 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 сыграться, почему бы и нет, действительно, сыграться, удобное время для себя. Возможность заработать денег. Все-таки 50 тысяч долларов призовой за онлайн-турнир, это достаточно солидная сумма. Да, это круто. Ну и сыграться, это тоже очень важный момент. То ли КВ-шки ты играешь, то ли хоть какой-то, какой-то там, больший уровень ответственности. Но все равно в Ниндзе, я смотрю, веры больше. Чуть ли не один к двум в пользу Ниндзей. Ну, нормально. В прошлый раз на Одиум тоже был КФ-4. Здесь уже поменьше, здесь уже что-то понимают. Начинают, потихоньку начинают понимать, с кем имеют дело. А как же NAP будет сложно, если все будет так же происходить, как и на прошлой карте. Квапа против Мираны. Так, тоже Квапа. С мобильной Мираны может бороться, если вдруг как-то будет заигрываться Фата и оставаться там на лоу-хп, а Квапа может прыгать, добивать. Посмотри, что вообще происходит. Тинни в итоге стоит самостоятельно сейчас наверху, потому что СВАП решили организовать, ПЛ пока пешком. Сёма может погибнуть, и скорее всего Сёма погибнет. Сейчас плюшка 33-го, еще одна. Ох, использует фласку, Сёма летит в деревья, прячется. 33-й проедает дерево, клепает. Забрали Семена. Ну, выманил какие-то ресурсы, конечно. Пятерку потеряли вразмен на лишние хпшки. Не очень страшно. Но так вот, очень много времени было потрачено. Сейчас первого уровня приходит сюда Аксаен. Тролль уже почти получает второй. ППД тоже почти второй. Вот. Сильно, конечно, Аксаен они не побьют. Но сам факт, на уровень уже отстаёт вот этими всеми побегушками. Флоу приходит вниз. Тоже получает, только сейчас начинает получать экспириенс. Пошли бить Лил второго уровня. Есть ли ТОС у Лила? У него три грэб и ТОС. Да, ТОС есть. Я имею в виду, откэдэшился ли ТОС, чтобы забросить под базу. Нет, он забрасывает попозже Эйса. Тролль. Нормально терпит. Нормально терпит. Лил идёт дальше. Там забрали пугну тем временем. Ну и Эйс спокойно переживает эту атаку. И при этом использует фласку, чтобы подлечиться. Лил тоже использует хилинг селф. Приходит сюда Сёма. Трипла у нас организовываются. А Тодиум сверху. Под вышку опять бы кого-то поставить, чтобы ТОСнуть. Лил. Надо забросить подальше. Нет, бросает. Ну да, бросает на Сёму. Стараются избить Эйса. Но тут пока живёт. Правда, есть уже пассивка от Аксаена. Есть Спирит Лэнс. Также смогли забрать Эйс. Но погибает Лил. Приходит сюда 33. Хотят поставить NAP более выгодный для себя матчап, как и Одиум на линии. Но сейчас эта беготня ещё не закончена, мне кажется. Ну, наверное, да. Причём, ну, те пешком сюда бежали. Так что вроде ТПшки сохранились. Хотя умер же Пугна. Пугна умер. И я так понимаю, на ТП прилетел вниз. И Флоу пока останется на нижней линии. Флоу не сможет сюда переместиться. На 33 ему нормально. Он сделал фраг. И пошёл... Сделал фраг и пошёл как раз на комфортную для себя линию фармить. Да, Лил мог бы подальше Эйса отбросить на крипов, а не на Сёму. Но хотя, мне кажется, он и так и так... Больше топоров бы получил ещё в лицо. Лил умирает наверху. Не уйти, наверное, Лилу никак отсюда. Хотя Эйса забрасывает под вышку. И ещё бы одна тычка. Эйс выхиливается в итоге. Лила не смогут забрать или смогут? Тос есть? Ну, знают, знают, где находится Илья. И Эйс тоже неподалёку. Флоу со спины подтягивается. Пока живёт. Пока живёт Лил. Но получает замедление от тролля. И, скорее всего, погибнет. Ой, рассыпался каменный малыш. Четыре фрага уже у НАП. Они сделали выводы из прошлой карты. Прям как-то так ультра-агрессивно начинают играть. Грамотно. Не хотят отдавать преимущество сопернику. Понимают, что Одиум его знают. Пользуются силой на своих линиях. И единственное, что в центре не получается у Фаты опережать по крипстату Queen of Pain. Наив хорошо стоит. Тем более, двойной урон ещё подбирает. Сейчас ситуация ещё больше склонится в сторону Queen of Pain. Да, да. Но в любом случае две линии из трёх выигрывают. А Мирана не проигрывает сильно линию. Так что пока у НИПов всё более-менее интересно. Тридцать третий получил фейсбуц. Он сейчас и больно бьёт Аксаена, и гонять его можно под замедление дерева. Ну, то есть ты из инвиза получаешь тычку от PPD. И срабатывают корни. Начинаешь убегать. И тебя ещё 33-й по спине ещё 2-3 удара успевает с фазами выдать. Это достаточно больно. Не такой уж и крепкий герой этот Phantom Lancer. Флоу прячет себя в декрип и выживает пока что. Всё равно находит его PPD. А Лилл... Лилл остаётся в живых. Да, коры очень сильно страдают. Верните, верните крипов, говорит. Эйс, что за дела? Куда вы повели их? Лейновых крипов там чуть ли в вышку не начали уже пушить. Со стороны Radiant. И руны Сакса. Чую украл руну баунти. Лилл хочет забрать ещё одну. Руну нет, хочет Саксу забрать. А здесь уже забрано было. Да, Сакса до этого забрал одну баунти и вторую. Лиллу бы хотелось забросить Саксу, конечно, на флоу. Но он его не догонял. И на Avalanche Toss мана не было. Если бы была мана, тогда забросил бы его прямо на флоу. И Сакс бы 100% погиб. Пока отходят с линии 33. Ходят восстановить ресурсы. И возвращаются с полной маной, с полными хитпоинтами на верхнюю сторону. Флоу внизу 19 на 5. Крепстат неплохой. Тролль не доедает со стороны Нипов. Это факт. Но тоже держится неплохо. В общем-то, в общем-то, очень ровненько всё. 33-й шикарное начало для него. 23 на 6. Тролль хотя бы убийство делает, пока там реально на топе фармит брюмастер. Лансер, конечно, тоже не доедает из-за того, что постоянно на нём висит пиво. Не доедает, потому что пьёт. Это классика. Когда пьёшь, бывает, что и даже не доедаешь. Эйс, прожимая стики, выжил. Любит таунт и флоу. Что на кентавре, что на пугне. Аксаен в опасности. Залетает Сёма. Но Аксаен всё равно погиб. Есть телепорт от Наива. Может быть, сейчас попытается разменяться хотя бы как-то на Саксу. Есть колденбрейс. Ультимейт приходится тратить. Да, видно, что не хотел Наив. Хотел бы, наверное, и раньше. Мог бы забрать его, не тратить так много времени. 33-й вышел из деревьев. И Сёму заберёт. И, кажется, вау. Размотала птицу по деревьям. Долгий кулдаун на Икарус Дайв. А он не так давно его использовал. И 33-й закончил жизнь Феникса. Могайкой. Фата. Фата, конечно, в центре пострадал. Пострадал его Крипстат в первую очередь. Опять попытка нападения. Снизу забрасывает ППД. И приходит сюда Сёма. Возможно, Сёма тоже склонит баланс сил в сторону Одиум. Но там есть Левинг Армор. И Эйс живёт. Выдаёт замедление. На развороте ППД бегает. И даёт ещё и Лич Сид. Зарутил Сёму. И всё. Да, очень-очень трудно забрать этих героев. Тренд протектор в принципе. Труден для убийства. Тысяча хитпоинтов уже есть у этого парня. А тролль под его защитой. Тоже не такая уж сладкая цель. Вы вроде проказ даёте. Но он недостаточно высокого уровня сейчас. А руками бить толком не можете. На вас промахи висят от топоров. И всё. Ну а скорость бега высокая. Ты уходишь из-под пласта. Пугны. Ну трудно. Реально трудно. Даже втроём трудно забирать его. ППД убежал на хосте. Ливен Армор на себя. И всё. И возвращается на линию. Мана ещё есть. Если вдруг нужно будет подхилиться, ещё будет один Ливен Армор. В то время, как вверху там тоже всё замечательно. Там просто ломается вышка. И мы видели, чем занимается Сакс с Брюмастером. Он подходит. На флоу. На флоу. Выход на флоу. Могут забрать сейчас Пугну. Избивают его. И в ответ начинается драка. Лил бросает на ППД. И снова ППД бросает на флоу. Ну пока просто разминают флоу. Но сейчас ещё один-два таких прокастика. И может всё закончится. Сюда идёт Квапа. Информации, я так понимаю, не было. Но уже перетяжка небольшая есть от Сакс. Не успевает. Шёл сюда, чтобы тролля спасти. Вряд ли они заберут Сёму. Сёма делает ТП. А вот успеет Ли. Должен. Должен успевать. Сакса не обладает таким уроном. Смогли справиться с троллем. И Квапа благополучно возвращается на центральную сторону. Ну а благодаря мобильности снова фармит Наив. Не даёт вообще продохнуть Фате никак. Фата постоянно получает эти даггеры. Шадоу Страйки. Вообще плюс тысяча от Наива. Да, но если посмотреть на основные линии, тролль немножко оторвался от Фантом Лансера за счёт того, что тролль хотя бы с линии не уходил, его не прогоняли. Там пытался Лил и Флоу нападать. И даже Сёма пришёл. И эти нападения не оказывались эффективными. Вообще до того, как приходила Квин оф Пейн, всегда были случаи, что даже Феникса убивали. Или там Пугну, например. Но никак не Эйса и никак не ППД. Там Ливенг Армор, там всё хорошо. В это время Виверна и Брюмастер пушили верхнюю линию, сломали там Тауэр, заставили Фантом Лансера свернуть в леса и, собственно, за счёт этого. Очень богатый получился Брюмастер. Ранний даггер. За 10 минут он собрал. Купил этот артефакт. И сейчас пойдёт за Сёмой. Тот снова потратил и Карус Дайв. Об этом знает 33-й, поэтому смело, нагло идёт на Семёна. Это было для того, чтобы забрать руну, богатство. Но и за это поплатился. У 33-го есть Праймал Сплит. Он пока не боится, что на него кто-то может выйти. 8 на 3. 8 на 3. Очень богатый Брюмастер. Брюмастер сейчас может ходить по линиям, инициировать, начинать драки. По идее, с Мираной с нормальным уровнем, с ультимейтом Виверной и Тренд Протектора, которые будут скоро. Я думаю, что Нипы в активную фазу игры должны переходить. Ну и Семён получает 6-й уровень. Тоже пока неплохо. Его видит ППД, кстати, и находится в опасной близости для Сёмы. Правда, Тауэр стоит до сих пор, поэтому Питер не может подойти и застанить. Зарудить, вернее. Вот так вот. Просто Феникса. Тоже на опыте стоит. Сакса хочет получить 6-й на полах, в то время как Флоу подпушивает линию. Там есть Лил рядом, но приходит 33 с ультимейтом, между прочим. И, скорее всего, использует его. Да, это Праймал Сплит, и Флоу, скорее всего, погибнет также. Где там наив? Наив в лесу пока. Что-то там случилось. Паузу нажали. Да, Флоу должен погибать. И Декрепифай потратил. Всё, потратил. И Камень уже летит ему в голову. Наверное, надо переключаться с Акси и пытаться замедлять Лила. Чтобы это был второй данный фраг. Тролль тоже может, мне кажется, забить на Флоу. Вообще, Брюмастер с ним самостоятельно справится. Ну, конечно, хочется фраг Эйсу забрать. Переключаться и с Акси, и, наверное, штормовую панду тоже в сторону Лила направить, чтобы поднять. Ну, да, 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 да. Вы действительно за время действия Циклона разберёте с Флоу, и потом Лила по приземлению заберёте. И неподалёку есть Феникс. У него есть Яйцо, но, мне кажется, справится. Шестой уровень есть, Батл Трендс имеется. Сделаю. Да, так и есть. Поднимают в Циклон. Всё по учебнику. Лил тоже погибнет. А Феникс решил сюда даже не подходить, зная, что шестою тролли, и Яйцо падает так или иначе очень быстро. Где купить такой учебник? Я тоже так хочу в Циклон круто поднимать и убивать врагов. 10-3, NAP. Ведут и 2000 уже преимущества по золоту. У меня что-то проблемы какие-то всё-таки у Одиум. Не первый раз, снова что-то лагает. А, нет, на этот раз. Со связью у ребят проблемы. Хорошо, давай тогда небольшая сводка. У нас Нетворсы на экранах. Queen of Pain поднимается по золоту, обгоняет Брюмастера. До этого был на первых позициях. Но дальше пропасть. Между Queen of Pain, у которой 5000, и Phantom Lancer, у которого всего трёшка, сразу три героя NAP вместились. Идут очень таким цельным, плотным рядом. Ну вот озвучивал ты фразу ещё до того, как нам показали Нетворса, что две линии из трёх всё-таки NAP выиграли. И по Нетворсам это видно. Queen of Pain не отстыдёт. Ну да, а те, которые проиграли, проиграли не сильно. Да. У Сёмы... Пожалуйста, вот и 2К перефарм, вот и количество фрагов. Ох, Одиум. У Сёмы ужасные дела, конечно, идут. У него нет тапка. И вообще 500 Нетворса. Сёмы ужасные дела. Не пройти никуда. Есть мана, можно было бы ещё прокастики выдать. Он понимает, что ничего толком не сделает, просто выигрывает время. Опять персонажей было. Тренд ушёл, правда, оттуда вообще в центр. 13-3. Нипы после первой карты ожесточённо проводят встречу. Квапы нет. Квапа всё это время фармит. И Ланцер всё это время фармит. Я думаю, что основной план Одиум – это выигрывать время для Ланцера. На Т1-вышку планируют выйти. Там такой очень агрессивный, серьёзный вижн стоит от Нипов между Т1, Т2, Тавером. И подлёт через Шрайн тоже будет виден. Или какой-то заход через Шрайн будет виден. И втроём пока в центре находится. 33-й просто танкует крипов, забрал их с линии, чтобы у Мирана ломало Т1-вышку. На Шрайне команды Ниндзи в пижамах, по-моему, Драка. И там вроде как Квапу поймали и заберут её сейчас. Рут! И Наив погибает. Топ-1, Нетворс, пожалуйста, в таверну. Да, там ещё и урна была повешена. По-моему, у ППД есть урна, если я не ошибаюсь. Ломают вышку, тем временем внизу есть Эваланч от Лила. Ультимейт от Саксы. Также работает, флоу не подходит, чтобы Лила не ударить. Урна у Винтер Виверны есть. Угу. Да, в Виверны имеется ППД. ППД пока ультра-быстрый по вражеским лесам, с транквилами. ППД делает то, что и должен делать Капитан, только прям в прямом смысле этого слова. За Трента даёт и информацию, и Вижен очень много по карте перемещения выполняет. Лил. Видел Фату, да. Но не успел среагировать. Ну и Фата среагировал хорошо. Да, да, да. И так много ресурсов было потрачено. Чисто человеческих. Перемещали сюда. Фата. Нет у него липа, поэтому вынужден прожать Moonlight Shadow, чтобы не подставиться под эту драку. Ну и пришли сюда. Вышку не снесли. Фраг не сделали. Одиум. Только показали свои позиции. Не удалось. Не самый удачный выход. Ну и перемещаются вниз. Пушить. Или, по крайней мере, потихоньку подпушивать. У вас всё-таки есть Пугна. Вам не надо так много делать. Делать движений, чтобы забирать товара. Пугна может это постоянно бластами делать. И сейчас умрёт Курьер. Курьера, как я понимаю, Курьера вводят. Виверна взлетает. Маловат урон. Заканчивается вот этот высокий полёт. И на хосте не удаётся найти Курьера. Браво, Одиум. Спасли собаку. Или Волк. Короче говоря, спасли. Песец. Думаю, это Песец, скорее всего. Лисоволк белый. Он же маленький. Разве? Не, вроде здоровый. Курьер? Да, да. У них Одиум прям здоровенная собака-волк белая. Вот я смотрю один обсервер, его показывает. Можно, пожалуйста? Нет, не Помский тебе. Да, да. Это Белый Волк. Точно, Волк. Знаешь, есть такой маленький Курьер, чем Помский? Курьер, да, да. Нет, там вроде... Который с котиком? А может быть. Ну, короче, ладно. Я не Каспер, не знаю. Каспер всё знает. Каспер знает, как PUBG Mobile. Кстати, да, поздравляем Романа. Почётное четвёртое место. Почти в призёрах. Когда ты не просто комментатор, а уже киберспортсмен. Киберспортсмен, капитан и просто миллионер. И просто хороший человек, да. Соник Вейв у Квапы. За Соню. Ну и тут ещё Феникса поймали. Конечно, отсутствие денег у Сёмы. То есть не просто малое количество денег, а полное их отсутствие, оно тоже даёт о себе знать. Он, наверное, без тапка? Вообще без ничего. Семьсот шестьдесят ГПМ, эээ, голды ГПМ. Ага. Семьсот шестьдесят разделите на шестнадцать, узнайте его ГПМ. Пугно покупает себе линзу. Но Лансер продолжает фармить. Интересно, как он будет соперничать с Троллем, когда появится диффуза хотя бы. Тролль там ты не видел? Он не через БФ идёт? Проблема в том, что... Да, через Путол Фьюри. Почему бы нет? Никак. Как он будет соперничать с Троллем? Никак. Да, проблема в том, что Лансер вроде бы против Тролля неплох, если только Тролль не опережает его. Да, хотя бы так, близко. Но не сильно, он его не сильно опережает, всего лишь на тысячу. Ну да, когда... Ну это нормально, на такой стадии игры это нормально. Пять тысяч уже в целом преимущество за NAP, и Одиум вообще не делают никаких фрагов. Три убийства у них всего. Лил сейчас ещё может подставиться. Урна на нём, и Пиди подходит. Получает Эваленч. Лил отбрасывает его подальше. Отошёл, а вот же команда. Но команда очень зря пришла и в одну точку встала. Ещё и туда Виверна выдаёт бласт. И погибает на Ив так на халяву. Одиум просто подарили своего лучшего на этот момент Крипстатера, Нетворсера. И всё-всё-всё, что только можно было заработать. А там ещё и зацепили Фантом Лансера. Правда, только в Циклон. Забрали вышку. Ну, тут Нипы сейчас на голову выше в этой, круче в этой карте. Лансер пошёл мстить. 33 уже использовал Праймал Сплит, но получает руты. Лансер от Пи-Пи-Ди. Тем временем Фатта разбирается с Тинни. Ну, просто молния прокнула. И Сёма страдает также от молний. Поливают сверху Семёна. Семёна нет возможности уйти. И никакой викидсик. 22 на 3. Вчера... Ну, это нет, это не Одиум. Одиум играли против Империи. Это имперцы на 17-й минуте или на 18-й написали ГГ. Понимая, что эту игру уже не выиграть. Не будем мучаться. Гоу. При счёте 0-0. Сделали. Одиум этим не ответили. Одиум... Аналогичная была вторая ответная карта. Одиум немного по-другому играют. Они потеряли одну сторону. Их начали бить по Т4. И они поняли, да, что такое уже не камбэкается. Тоже написали ГГ. Там очень быстро и первые две карты было. Вот. Но здесь Одиум пока держится. Пока держится. Упывают на Фантом Лансера, на хорошую комбинацию. Не было ещё хорошего файта грамотного. Посмотри на Наива. Сколько раз Наив приходит с ультимейтом, с полным прокастом. И не может его дать. Он то ловит руты. Когда приходит, всегда. То стрелу какую-нибудь. Ну, то есть всегда. Да-да-да-да. Действительно. И в итоге Цуни Квейва я уже давно не слышал. Команда его тоже не слышала. Но предположим, что Наив соберёт БКБ и будет намного легче. Хотя, опять же, БКБ, если вдруг Виверна прямо в Наива даёт Винтерскёрс, не спасает от ультимейта Винтер Виверны. Но хотя бы от чего-то Наив будет защищён. Наив собирает оркет. И ему ещё нужно там и рецепт, и, по-моему, даже... Нет ещё даже второго Обливиона. Обливиона нет, да. И Лансеру нужно накопить на рецепт. Но хотя вот уже Диффуза на подходе у Аксаена. И, возможно, с появлением Диффузов что-то изменится. Аксаен в опасной близости вообще. Он думает, что он зашёл в безопасное место пофармить. Что команда NIP где-то в их лесу. Всё, Аксаен приплыл. Но там тролля забрали в ответ. Это хорошо. Даже если заберут Фантом Лансера. А Лансера, конечно же, забирают. Но минус Эйс. Да, это круто. Аксаен покупает Диффуза в Таверне. Нормально. У него там хватило на рецепты. 33. Клэп, Праймал Сплит. Руна Волшебства пока действует. Надо уже использовать Праймал Сплит. До последнего пока... Да, забрал бы сейчас Тинни. В итоге вообще никого не заберёшь. Ха-ха. И руна Волшебства закончилась. Получает Сайленс. Дикрип. Дикий. Просто дикий. И зачем ты это сделал? Вот можно узнать? Ой, 33-й. Рофлит. 618 монет отдал на Иву. Хороший подарок. Вопа ближе к Оркеду. Но это круто. Это круто. Вот такой вот мини-мини камбэк, по крайней мере, для Queen of Pain. А у Сомы... Это ей за вот эти вот все неприятности воздалось. Так, овергроул на Phantom Lancer. С Плинтербластом что-то, по-моему, на пол-ХП залетел. И там просто Фата ещё прыгнул. И из двух ударов три молнии выскочило. Ну да. Да, Сёма, у него начинаются золотые времена. Он взял 10-й уровень, плюс 90. Сейчас пойдут деньги. Такого, да. Такого Сёма в этой игре ещё не чувствовал. Потому что пассивный ГПМ будет больше, чем у него активный ГПМ. Семёна бьют. ППД. Овергроулса нет. Но есть просто корешки по Лилу из невидимости. Лил выходит под вышку. Есть просветка. Хорош, на Иву должен этот фраг достаться. Но Flow забирает его. Тоже нормально. Пугна всё-таки. Кор. И помимо Линзы ещё нужны артефакты. А вот ещё один артефакт. Сразу же после фрага. Forstuff появляется. Это неплохо. Кстати, вот эти рут механика вся в корешках толкать. Человека. Хоть как-то сейвить от каких-то неприятностей. От стрелы где-то можно увернуться таким образом. У Саксы, конечно, неприлично много денег. Для четвёртой позиции. Он там почти догоняет Phantom Lancer. Ну а после Рошана будет уже совершенно другой разговор. Light Shadow, чтобы сразу же организовать атаку на врага. Интересно, очень интересно. Видят иллюзии. Сейчас спадёт смог. Будут понимать, что сам Аксайен здесь. Аксайена видят. Аксайен Прага прыгает вниз. Но здесь его уже ловят. Тридцать третий просто не отпускает. У него есть даггер. Бояться по большому счёту нечем. Поймал Silence, но уже после Клэпа. И Т2 вышку в центре, по сути, вы можете тоже забирать. Поймали Queen of Pain. Снова Корни. Стрела. Где же ты, Пугна, с Форстафом? Я на базе. И вот по ланцеру очень сильно видно, как сказывается недофарм. Потому что кроме диффузала нет вообще ничего и нет статов, чтобы просто переживать урон. Банально от нескольких выстрелов Мирана или, например, Сплинтер Бласт какого-то. Всё, и поехали. Демонтироваться. Бараки. Ланцер скоро выйдет из Таверна. Правда, стороны уже будет. Стороны уже не будет. Ну, как раз удобно для него. Выйдет из Таверна, будет пушиться сторона на него всё время. Будет фармить. Ну, нет Queen of Pain. Тоже основные ресурсы в ней заключены. 9300 у неё. Инициирование есть. Флоу ломает Т2. Снизу получается это сделать. У Лила тем временем Дайкер появился. И вот как раз к вопросу инициирования там всё окей. Два варда там стоит. Да, Одиум прям красиво сделали всё. Ну, бывает. С этими вардами. Это называется от большого желания. Как-то что-то там не так делаешь. Потому что очень хочется сделать хорошо. Сёма выходит на Брюмастера. У того есть Праймал Сплит. Я смотрю, камешки насыпают. Но не точно. И 33-й на Даггере упрыгивает. Но он вообще не пострадал бы. У того есть Худ. У того, кстати, 3300 на руках. И 33-й может себе Сакр Дрелик скоро купить. И в целом заиметь Рэдианс. Туго. Вот очень туго дела для Одиум. Даггер Виверны. И не просто голый Даггер. А Даггер с урной. Транквилами. И Глиммер Кейпом. Ну а Сакса уже спасал. Ну пытался, по крайней мере, спасти ППД в одном моменте. Там была просветка. И в принципе Глиммер хорош против атак Пугны и Квапы. ППД в невидимости. Видит Лила. Но Флоу не видит. Может слышит. Вот и все. Да он ты. Ну Лила пытаются убить. У Тини, конечно, статус резистанс. Еще и форстаф. Очень хороший ультимейт от Наива. Погибает Лил, но в размен на Фату. Да, Наив живет. ХП, если посмотрите вверху на Хеллсбар. Просто нет, не было ХП. Сейчас только начинает восстанавливаться. Чуть было Фата не забрал двух персонажей. Чуть было. Причем лицом встретил Суни Квейв. Ладно, идут драться дальше. Знают, что Наив ушел отсюда. Можно попробовать поймать еще и Виверну. Виверна использует яйцо, но только кулдаун, чтобы запустить. Ой, Виверна, да, прошу прощения. Феникс только, чтобы запустить кулдаун на ультимейте своем. Понятно, что яйцо разбивали. Нет уже внешних вышек у Одиума. Да, нет стороны уже, как бы. Но я к тому, что внизу ты просто на халявку уже спачкай крипов. Заходишь и начинаешь бить Т3. Хотя, с другой стороны, у НИП была аналогичная ситуация. Тоже довольно рано там снесли центральную сторону Одиум. И НИП чуть было игру не выиграли. Ломаются святыни. Еще больше денег зарабатывает себе НИП. До Sacred Relic остается 200 монет. 33-му может купить себе потом Radiance. Рецепт уже имеется. Выход во вражеский лес от НИПов. Не видят Лила, но могли бы встретиться. А я смотрю, там Пугна. Начал такие консервативные методы из пабов. Использовать Decreepify Дагон. Вот так идти. А был Хекс в Квикбайе и такие амбициозные планы у Flow. Пока есть некий недофарм для Flow. И понимают, что такие артефакты типа Хекс едва ли при таком раскладе ты выйдешь. Пока на тебя надвигается снежная лавина. Ее чем-то надо останавливать. Может быть реально Дагоном получится какой-то минус. Под прокаст Квидом в Пейн. Много урона туда в Оркид влить. В Сайленс, который может выдать Квапа. Мы видели, что Эмирану щелкают. Получается. В Колден Брейс так же. В Колден Брейс, да, действительно. Бласт туда Дагон и сосать. Ну, в смысле, ультимейт выдавать. Ну да. Лайф Дрейн использовать. Нападение, ответ на Виверну. Там Фантом Лансера убили. Конечно, Лансер намного ценнее, чем Виверна. И спорить об этом даже не стоит. И это дает возможность зайти на ИП сейчас. На возвышенность выкупается Саксо. Пропадает Аегис, кстати. Если что. 33. Может погибнуть, но нет. Получается у него использовать Праймал Сплит. Поднимает на Торнадо. На Циклон Флоу. Виверна там выкупилась. Кстати, ты говоришь, Лансер ценнее. Он действительно ценнее с игровой точки зрения. Но так-то за Саксу дали 650 монет. Ну и по натворцам я там не уверен. На самом деле, Сакса ультанул в Пугну. Тинни его избивает бревном. Все, Ма почти погиб. Но есть Супернова. Центральная сторона почти упала. Один барак остался. Но развалился тролль. Дальше идет атака. Размотало. Подбросили. Снизу наорали на него. И надо продолжать гнать соперника. Почему бы нет? Соперник на отступлении. Может быть ошибется. У вас вроде по ресурсам все есть. У Пугны есть лайфдрейн. Да что там у Пугны есть лайфдрейн. Тинни ультимейт не потрачен. Ну, в статусе. Ну да, зеленая. И у лансера тоже. Проблема для Одиума. Еще одна, что не падают вышки. Только нижнюю линейку снесли. Получается до Т3 Одиум. И то потому, что параллельно пытались зайти как-то на Т3 сами НИПы. И там Флоу пошел под шумок там. С гластами пропушил и Т1, и Т2. А потом так же упала. Это один еще раньше Пугна сломал. Выход от Одиума во вражеский лес. На Мирану. Потенциально он может быть. Поставили обсерв вард. Заходят со спины. Мантуфат использовал. Круто. Очень удобно все. И круто получилось для Одиума. Вот тебе и догон. У вас хиты получается делать. Флоу. В таких вот выходах. Круто. Еще выигрывает себе время. Еще вот этот кусочек леса можно подфармить. Вижен расставили. Можно контроль над этим кусочком леса захватить. И это, наверное, более важно с точки зрения какой-то позиционки, мап-контроля. Вообще понимают Одиум, что они сейчас вот свой лес потеряли. И там вообще обосновался тренд. У которого, кстати, гема неплохо было бы его выбить. Для Одиум. Но ситуация по-прежнему тяжелая. Все равно 3000 отыграли. Хотя 3000 отыграли. Потеряли Т3 в центре. Барак один в центре потеряли. В целом полторы стороны только стоит Одиум. Внешних вышек тоже нет. Нормально. Крепы идут прямо к лансеру на базу. Не надо идти куда-то вообще. Удобно. Пусть дешевле. Если зато ходить далеко не надо. Сейчас смотрим. Пл умирает от крипов. Сарный Радиент очень трудно. Просто артефакты к этому моменту. Под сильных крипов артефактов не хватает. Ну что, у него там помимо диффузов есть, наверное? Да вроде ничего там к Яше как-то. Может, Яша уже собрал? Ман? Не, ну я же 100% наверное собрал. Ну, я думаю, Матаставил уже тоже мог собрать. Все-таки 30 минут мы смотрим. Нет. У него Худ и Яша даже нет. Поэтому, собственно, и собирает Пл Яшу, Манту. Ну, Худ тоже неплохо. Худ помогает против того же Старшторма, против Сплинтербластов. Вот как раз дает ту необходимую плотность Пл, у которой не хватало. Помнишь, когда Сплинтербласты и Старшторм просто на пол ХП залетает. Ну да, да, да. Плюс пассивной способности никакой нет. У него на восстановление здоровья. Банально от крипов не отъедаешься. Все-таки ХП Реген тоже. Все по чуть-чуть, понемножку, но Пэйла выручает. Квин оф Пейн все еще на первом месте. Спорит с троллем за первую позицию. Но держится, держится. Так же, как и было на старте этой карты. Квин оф Пейн, даже несмотря на то, что команда на 11к отстает, возглавляет гонку по золоту. Саксы в деревьях. Прячется. Три героя. Одиум не видят ППД. Нападают на Брюмастера, но получают Овергроуз. Лицо. ППД жив. У ППД есть Праймал Сплит. Можно попробовать даже подраться. Есть Праймал Сплит. Яйцо тролль пытается разбить. Получается это сделать на пару с Саксой. Забирают Пугну, забирают Феникса. И Тини улетает. Не самая лучшая цель была для нападения Брюмастера. Он очень плотный. У него должен быть уже Радианс. И Худ у него есть. И Худ, и БКБ скоро будет. Да, это не Брюмастер. Это какая-то стена непробивная. Я слабо себе представляю, чем и как вы будете его забирать с БКБ. Сайлентс, когда он будет себя самостоятельно сбрасывать. И уходить в Праймал Сплит легко. Ну и нет, нет пока на него ресурсов. Нечем, нечем этого жирного героя пробивать. И вся ваша магия, в которой... Самая большая проблема. Магия, в которой вы собираетесь. Суник Вейв, и Дагон, и Оркит. Это все будет по мертвому припаркам. Пытается ломать бараки. Летят Шадоу Страйки. Летит также Бревно. Но Глип заканчивается. А дальше нужно что-то делать уже в команде Одиум. Паузу просит Фата. Отступают. Отступают. Перегруппировка. Ну, не сломали. Милишный барак. Но, действительно, это все ценой Глифа. И сильно-то не потратились Нипы. Но ультимейтов у Нипов нет. Важных ультимейтов под драку. Праймал Сплит, мы помним, внизу был использован. И Увергроу, и там же Винтерскерс. Вообще все было использовано внизу. Да, все действительно пока в откате. Так что, скорее всего, просто отойдут назад. Шрайн внизу уже сломали. Вверху Шрайн тоже сломали. В общем, таких-то целей особо и нет. Рошан стоит. Может быть, пойдут на Рошана. Может быть. Но Одиум тоже со своими прокастами тоже скоро туда подтянутся. Суни Квейв там тоже был внизу потрачен 70 секунд без него. А что по Фениксу? Яйцо, по-моему, тоже, да, в той драке было потрачено 40 секунд. Ну, вряд ли успеют, да, Нипы за 40 секунд и добежать до Рошана, и убить его. Они быстро убьют его, безусловно, под батл тренд. Строль может это делать. И Мирана тоже, конечно, уже давно 15-й имеет. Конечно, Рошан много получает. Физический урон Мирана хорош. За счет того, что там Манты где-то немножко статы себе прибавила Мирана. Да и магический Рошан тоже хорошо залетает. Там всего много. Перефарм чувствуется. Если бы так сильно не провалился Фантом Лансер вначале, то, возможно, сейчас было бы попроще. Одиум. А, судя по всему, и принимают это решение отойти назад. Увидимся где-то в районе Рошана, скорее всего. Или же... Дайр использует скан, чтобы понять, где затаились враги и что себе думают. И на этот скан никто не наступает. Скан заканчивает действие ровно в секунду, когда Нипы заходят в эту область. Но понимают игроки Одиум, что все равно, скорее всего, там небезопасно. Да, ушел. Ушел из-под фокуса один из игроков. И тут же стрела залетела. Сплинтер Бласт по крипам. Ну, нет вардов в этой области. А там, знаешь, скан, не скан. Но когда вардов нет, все равно не особо хочется туда идти и там вообще показываться. И уже в другую часть карты переместились. Уже вверх поднялись Нипы. Феникс разведывает. И карл с Дайвом. Есть вард поставленный. Кстати, видят ППД. Оркит на него. Сан Рейм прожигает очень больно. Аксаен атакует ППД. Нужно убить. Ну, магического урона хватает, чтобы в колдом брейс заливать. Аксаен дерется с 33. Можно подобрать гем. Да, можно. Можно подбирать гем. Подбирает его 33. Побежал дальше за Аксаеном. А он просто горит. Он горит от Рейдинса. Он горит от Сплинтер Бласта. Ух, выживает. Выживает Аксаен. Выбрасывает его. Но сейчас, во-первых, заберут Тинни. А дальше продолжат доедать Пейла. Сейвер пока что Лила. Феникс взрывает Супернову. Там же ультимейт от Наива. Очень неплохой. Взрывается Винтер Виверна. Наива нужно уходить. Ушел на блинке. Но Эйс разбирается с Семой. Тоже не добил его. Представь. Флоу живет. Удивительный рядом. По-прежнему Аксаен. Отрегенился с помощью фласки на фонтане. Переключается на Брюмастера. Можно его атаковать. А выйдет Клэп. Очень неплохо. Мне просто интересно. Может нет маны? Есть флоу еще со спины. Он, конечно, очень сильно помогает. Нет маны. Есть замедление от диффуза. Правда, стики прожимают 33. Не уходят. И гем выбили. Круто подрали сегодня. Очень здорово. Очень здорово. Ну, Феникс решил все вопросы. Сема как раз вот секунда в секунду. Тебе поднялись на ХГ разбивать яйцо. А оно приземляется им на голову. Реально здорово. Хороший ответ на ультимейт Виверны. То есть вы просто не можете продолжить. А если бы не Сема там или не откатись у него к тому моменту Супернова. Я думаю, всех бы забрали. Не постеснялись. Выходят на Рошана. Пытаются бить его. Но что-то темп не самый высокий. Убийство Рошана. Время есть еще. У Бримастера 35 секунд не будет. Я думаю, вряд ли пойдут вдвоем драться. Там и гем имеется. И вообще все что угодно. Феникс еще и подхилит. Найпи понимает прекрасно, что на Рошане Суперк. Через 4 секунды появится Фата. Айс пошел. Айс пошел. Пошел Караводич. У него есть БКБ. Пока под Ливи Нармором уходит в невидимость. Айс. Гимн Кейп его отправили. Рядом есть и мейт. И стрела не точная. И в Рошана даже не попало. Хотя если попало в Рошана, то возможно было бы даже легче команде. Одиум падает Рошан. Наив забирает Аегис. Нужно теперь уйти. Но там овергроуф. Выбили Аегис из Наива. Убили также Фантом Лансера. И ультимейт от Виверны очень удачный. По Пугне и по Лилу. В чем и нет маны на то, чтобы дать Супернову. И Семен погибает. Вот он Гем, который переходит из рук в руки. Погибает Фантом Лансер. Я не успел увидеть, точнее не мог увидеть, кто забрал Сыр. Если его забрал ПЛ, то это очень печально. Можно посмотреть, пожалуйста, артефакты Фантом Лансера. Фантом Лансер. Нет, нет. Не знаю, кто забрал Сыр. Так я и не понял до конца. ПЛ там в баше простоял. ПЛ размотало. Очень сильно от тролля. И центральная сторона. Выкупаются, чтобы ее защищать. Чтобы не дать доломать милишный барак. Может быть вообще кто-то из команды МИП забрал Сыр? Может быть. Может быть. Может Квапа и она его съела в итоге. Что-то вот вроде того. Ну непонятно. Ладно. Барак упал. Не суть как важно. Это Сыр. Сыр реально на место Барака не положишь. Чтобы крипы. Нормальные шли в твою сторону. Пока все очень тоскливо для Одиум. В этой карте Эйс прыгает. Использует Манта Стайл. Клэп от Урсы. Далеко Лил ловит стрелу. Сгорает от Радиан Саи. В целом от урона 33-го. Сема ворваться может. У Семы есть ультимейт. Семен ставит яйцо. Нет поддержки. Да и не особо так хочется и убить. Да мне просто плевать. Посмотри на Фату. Какое яйцо. Я слишком далеко. И третья сторона сыпется. Стоит Панда. Земляная. Спокойно бьет эту вышку. Все. Просто отзонили врага. Сломали бараки. Могут сейчас попробовать закончить. И да, хороший овергроус по трем персонажам. Но есть здесь в одиночестве. И вынуждена есть оттянуться назад. Всем надо отойти. Очень много ресурсов было потрачено. Они отходят. Они просто хотят помучить. ГГ. Не хочет мучиться сам Сема. И не хочет мучить команду. Да, это нормальная. Нормальная абсолютная идея. Ну вот три сильных мощных кора. А у вас только Queen of Pain. По итогу получилось. Линии свои по сути проиграли. Может быть. Может быть. Где-то конечно сказалось. Ты ведь вспомни. Они сразу на голову сели врагу. И сразу начали давить. 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 Еще раз давить. А если вспомнить как начиналась эта карта. Первый уровень. С первого по второй. Первые вот эти пачки крипов. Вот этот стартовый момент. И Flow. И Naive. Не Naive. Прошу прощения. Аксоен. И Flow и Аксоен. Они бегали пока по диагонали. От вышки к вышке. А потом когда перемещались уже на другие линии. Там 33 делает фраг на пугни. Он тратит ТП. Не может переместиться. Ну то есть поставили комфортно. Выгодно для себя линии. Если вспомнить что вообще делал 33. То он просто шел и молотил. Да. И ланцер. Тазы ран ранее. Он во-первых и так много умирал в начале. Его заставили сместиться в лес. Сломали вышку очень быстро. И с помощью тренда захватили территорию во вражеском лесу. Команда NIP. И в общем ланцеру вообще было некуда деться. Ну фармили много. Вот ласт хиты я смотрю. Обращаю внимание. Одиум даже больше чем у их соперников. Но количество смертей и убийств. Вам не обязательно убивать крипов. Если вы можете убивать героев. Квапа. Квапа проигрывает. Второй. Вторую карту подряд. При том что у Квапы именно индивидуально. Очень даже неплохо складывается игра. Ну каких-то вот ультра крутых штук у нее нет. Вот она дает прокаст. Если за прокаст стерли все круто. Сейчас мы просто каких мидеров видим. Эти мидеры помимо того что там могут дать прокаст. Они могут еще и ручками хорошо бить. Часто Аркварден появляется. Темпларка. Магический да. Есть урон. Есть вот как у Штормспирита. Есть магический урон. Достаточно много. Ну и руками может бегать. Мобильность. Догонять убивать. Действительно. И Мирана туда же. У Мирана очень сильный прокаст. Но при этом она физического урона вносит. Ну больше чем ПЛ внес. За всю эту карту. То может в этом наверное особенность Queen of Pain. И прошлая карта была показательная. Квапа. Чувство опять же недостаток физического урона. Собирала себе Кирасу. В противовес. Вот тому же напиранию. Которое было. Вот команда Одиум. Ну да. Может собраться так Квапа. Там Кираса. Вместо Кираса. Она Хекс. Кирасу. Вместо Хекса собирала. То есть. Это говорит о том, что магия магией. Ну там. Физического урона не хватало. Потому что не хватало ПЛ в принципе. У ПЛ было очень мало статов. Его забирали постоянно очень быстро. И в общем все так сложилось печально. Для команды Одиум. Начиная со стадии лейнинга. Но это не беда. Потому что есть еще третья решающая карта. Да. Да. У нас бурное серьезное противостояние. Во-первых, спасибо Одиум огромное. Что собрались и показывают крутой, реально крутой перформанс. Но на этой карте НИП по-моему расставили пока все на свои места. И говорят, что вот мы сильнее. Мы просто статусом выше сильнее. И мы больше пока команда. Чем Одиум. Ну мы уже говорили. Поднимали проблемы, которые преследуют пока коллектив. Хотел сказать коллектив Лила. И получился коллектив. Вот этот вот коллектив преследует. Ну пожелаем в любом случае удачи ребятам. Им надо сыгрываться, тренироваться. Посмотрим, как они сыграют против НИПов. И посмотрим за этим очень скоро. Далеко не расходитесь. Завершающая карта на сегодня не за горами.